Воспитанники спортивной школы ИКАР активно возобновляют тренировки. После долгого перерыва юные пловцы, батутисты, футболисты и баскетболисты постепенно возвращаются в прежний режим. С 30 июня, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, начали работать детские спортивные школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы в ограниченном доступе. Разрешаются тренировки всем видам спорта, которые у нас профилируются. Но в формате таком, что в помещении 3 человека и тренер, на улице 7 спортсменов и тренер. Пока вот после долгого дистанционного обучения мы вышли на вот такой формат. Сейчас вносим изменения, коррективы. Чтобы избежать массового скопления, тренировки распределяют по графику с учетом необходимой нагрузки. Занятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Составляется расписание занятий таким образом, чтобы и тренер свою нагрузку не превышал, и, соответственно, спортсмен тоже выполнял те требования и тот объем, который ему необходим по программе спортивной подготовки. Здесь приходится уже вот именно учитывать и временные показатели, где-то сократить, где-то больше сделать перерыв. Ежедневно медицинский контроль термометрии проходит, обработка дезинфекторами рук и, соответственно, сохранение социальной дистанции полтора метра от спортсменов и от тренеров все соблюдается. По словам Александра Сашкова, есть большой спрос на посещение от жителей города. Но пока доступ для спортсменов-любителей и отдыхающих на территорию Икара запрещен. Фитнес-центры до перехода на третий этап снятия ограничений также остаются закрытыми.